Здравствуйте! Доброе утро! Очень приятно видеть такую аудиторию. Столько пытливых глаз. Мы сегодня с вами поговорим о русском языке, о языке будущего и, в общем-то, действительно настоящего. Настоящего, потому что, когда мы оцениваем язык, который нас ждет впереди, то, в общем-то, мы не можем не говорить о нынешнем состоянии русского языка. Тема лекции сформулирована вот так, «Гляжу на будущность с боязнью, стоит ли опасаться за судьбу русского языка?» И к лекции будет два эпиграфа. И один из них — это слова Михаила Юрьевича Лермонтова, в общем-то, которые я и вынес название лекции «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской». Конечно, он это говорил не о русском языке, он это говорил о своей жизни, но вот иногда кажется, что сложно подобрать более точные слова для описания нашего отношения к русскому языку. Мы действительно с тревогой глядим на его будущее. Нам кажется, что русский язык портится, что его нормы меняются к худшему, что он упрощается. Вот, ну, собственно, вы много раз слышали и читали такие утверждения. И мы действительно с тоской глядим на его прошлое, нам кажется, что именно там, в прошлом, остались самые красивые нормы, самые изысканные речевые обороты, самые безупречные правила и самая грамотная речь, что все это навсегда осталось в прошлом. Вот так ли это, мы с вами сегодня поговорим. И второй эпиграф — это слова лингвиста, уже слова лингвиста, который немножко по-другому оценивает будущее. Это Измаил Иванович Срезневский, я надеюсь, что многим из вас эта фамилия знакома. Как он говорил? Он говорил, считай прошедшим то, что удерживается силой искусственно, считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка, хоть иногда частями, по мелочам. Вот это позиция филолога, позиция лингвиста. Вы можете спросить, ну как же так? А в язык пробиваются какие-то совершенно отвратительные ударения, а в язык пробиваются кофе среднего рода. Неужели это будущее языка? Вот поговорим о том, что из этого будущее языка и почему даже те нормы, которые нас царапают, в общем-то не являются какой-то катастрофой. А для этого нам, конечно, придется обратиться к прошлому, потому что говорить о будущем языка и о настоящем нельзя, не зная его прошлое. А вот прошлое многим известно не очень хорошо. И может быть, если мы будем чуть лучше знать прошлое, мы будем по-другому относиться к будущему. Я вот хочу, прежде чем пойти дальше, спросить вас, пожалуйста, поднимите руку, кто в этой аудитории филологи, студенты-филологи. Отлично. Отлично. Тогда я надеюсь, что многое из того, о чем я буду говорить, вам будет знакомо, а если не знакомо, то даже еще лучше. Но давайте поговорим, во-первых, о наших оценках языковых изменений. Вот это то, с чего хочется начать. Я хочу процитировать нашего современника, молодого новосибирского филолога Есению Павлоцки. У нее есть колонка в газете «Аргументы и факты Новосибирск», где она рассказывает о том, как правильно говорить, писать. И каждый раз эта рекомендация сопровождается какими-то размышлениями о языке и о том, как мы относимся к изменениям. И вот она очень правильно говорит. Существует распространенное, но ошибочное представление о том, что язык долго развивался или даже создавался. И, достигнув пика своей эволюции в советское время, застыл в идеальном состоянии. И с тех пор развитие языковой системы, вызванное изменением социокультурной ситуации, реалий, сознания, воспринимается как попытка необразованных и неглубоких людей испортить язык, загрязнить и уничтожить его. И действительно, если выйти на улицу и спросить 100 человек, какой график вы бы нарисовали, как меняется русский язык, наверное, нам вот так нарисуют. То есть, какую-то линию, идущую вниз под уклон. Если мы скажем, ну как же так? Ведь если сопоставить время дореволюционное и советскую эпоху, то была ликвидирована безграмотность, выходило огромное количество книг по культуре речи, по русскому языку. Ну тогда нам, наверное, нарисуют вот такой график. То есть, вот то, о чем говорит Есения, что язык развивался и достиг своего пика в советскую эпоху, и дальше пошло только движение вниз. Вот действительно, такое мнение очень распространено. И как можно сформулировать суждение о русском языке? Как мы отвечаем на вопрос, что сейчас с ним происходит? Вот как скажут не специалисты, скорее всего. Скажут, что раньше была идеальная грамотность в словарях, единая норма, без всяких отклонений, вариантов. Потом грамотность культуры речи стали катастрофически падать. Ну, скажут про то, что появляются массовые ошибки в ударениях, про то, что в русский язык проникают жаргоны, проникают иноязычные слова, что повсюду слышен мат. Кто-то скажет, что виноват в этом ЕГЭ, реформы образования. Скажут, что ошибки проникли в словари, и сейчас в словарях можно все. И те отклонения от нормы в словари включены и эти. Меня сегодня уже на радио об этом спрашивали, а вот как же так? Ведь раньше в словарях все было строго, а сейчас можно и так, и этак. Кто-то, наверное, выскажет предположение, что язык портится сознательно, и здесь какие-то теории заговора назовут. Это тоже очень распространено. Многие люди живут с ощущением, что какие-то негативные явления, которые происходят в нашей жизни, это следствие действия каких-то темных сил. И, конечно, то, что русский язык портится, это тоже действия каких-то темных сил, каких-то врагов русского языка. Ну и общий вывод будет такой, что в итоге с русским языком происходит катастрофа, и остановить ее можно только, если принять какие-то экстренные меры. Какие меры предлагаются? Ну, отменить иноязычные слова, ввести штраф за маты жаргоны, отменить ЕГЭ, создать лингвистическую полицию, ну и так далее. Вы все это, наверное, слышали, много раз читали про лингвистическую полицию осенью прошлого года. Много говорили, предполагалось, что это будет такая специальная полиция, которая будет ходить, если видеть неграмотные вывески или иноязычные слова на вывеске, то тут же врываться в соответствующее учреждение и применять какие-то репрессивные меры. Ну и про единый учебник русского языка говорят. То есть всякие меры вот такие охранительно-запретительного порядка предлагаются. Ну, конечно, вот в том, что какие-то не очень хорошие явления происходят, доля правды есть, и для этого достаточно посмотреть. Ну, нас окружают примеры и сниженной лексики вокруг нас, и даже те ситуации, когда такая лексика может встретиться на вывесках, на рекламных плакатах. Это мы все видели, это мы все знаем. И вот приведу несколько примеров. Извините, если кому-то они покажутся совсем некорректными, особенно в стенах университета, но мне они нужны для того, чтобы показать, во-первых, что действительно какая-то сниженная лексика в язык проникла с одной стороны, а с другой стороны, что сейчас уже немножко и здесь наступили изменения. Ну вот вы помните, может быть не помните, а если не знаете, что такое было, то вот я это покажу. Спасибо. В 2000-х годах даже на рекламных плакатах можно было встретить совершеннейшее безобразие. Например, реклама пылесоса со СУЗа Копейки. Вот эту вывеску я сфотографировал на магазине, недалеко от редакции Грамоты.ру. Режим работы через О. Вот такой вот рекламный плакат Евросети. 10 лет назад был очень распространен. Здесь, в общем-то, для носителя русского языка все понятно, что зачеркнуто. Ну то есть такое было. Но вот как мне кажется, вот сейчас такое уже встретишь меньше. И это, наверное, связано с тем, что было время, когда все запрещалось. Потом, в том числе и потому, что произошли в нашей жизни изменения в 90-е годы. Маятник качнулся в другую сторону, когда стало можно все и даже больше того, что, может быть, можно было бы разрешить. А потом все опять стало приходить в равновесие. Я думаю, что сейчас такие вывески вряд ли можно встретить. Интересный вопрос. Была ли раньше идеальная грамотность? И вот здесь я хочу процитировать фрагмент из книги «Вопросы русской орфографии» 1964 года. Смотрите, интереснейшая статистика. По итогам контрольных работ учащихся пятых классов пяти районов Москвы на чередование гласных, в корнях слов «произрастать» предполагал, допустили ошибки около третьих учащихся. В работах учащихся школы Московской области в слове «не закончено» допущено 49% ошибочных написаний, в словах «крашенный» сделанный 40%, в словах «торфяной», «песчаный», «ледяной» до 50% и массовые ошибки в словах «сутвоенный согласный», «программный», «классный» искусство. Смотрите, 60-е годы. Еще нет никакого интернета. Еще инициаторы ЕГЭ даже еще не родились. Не в каждой семье есть телевизор. И не в какой-нибудь глухой сибирской деревне, а в Москве, в Московской области половина школьников не могут правильно написать слова «песчаный» и «ледяной». Эта статистика и эта книга были выпущены в 60-е годы. Исследование проводилось в 62-63 годах. Почему тогда говорили об орфографии? 64-й год – это время, когда была осуществлена попытка реформировать русское правописание. Это та самая знаменитая реформа, о которой сейчас помнят, что когда-то лингвисты предлагали «заяц» писать через «е», огурцы с буквы «и» на конце. Но это вот то, что, если кто помнит об этой реформе, вот это чаще всего называют. И тогда ведь эту реформу, которая совсем не преследовала целью простить русское письмо, а преследовала целью сделать его более системным, более логичным, а следствием этой систематизации стало бы просто устранение каких-то исключений. Например, почему предлагалось писать «заяц» через «е»? Потому что там тот же самый беглый гласный, как слой «молодец» – «молодца», «боец» – «бойца», ну, там он под ударением, неважно, «заяц» – «зайца», выпадает тот же самый гласный, та же самая модель, почему мы должны «заяц» писать через «я». Устранение странного исключения. И так далее. «Жи-ши» мы пишем через «и», хотя согласные эти твердые. Почему мы «ци» должны писать с буквой «ы», с тем же самым твердым согласным? Было бы вполне логично. «Жи-ши-ци» пиши через «и». Мы же пишем «ножи» с буквой «и» на конце. Почему не можем писать «огурцы» с буквой «и» на конце? Вот об этом говорили лингвисты. Тогда была очень острая общественная дискуссия, и развернулась она в строго противоположную сторону, когда сняли Хрущева в октябре 1964 года. Но вот тогда эту реформу поддержали учителя. Сохранились в архивах Академии наук и письма, в которых они говорили о том, что, в общем-то, те же жалобы, что и сейчас, что на русский язык в школе очень мало времени, что правило многое исключение еще больше, что ученики не успевают, и что в их работах встречается катастрофическое количество ошибок. И вот книга 1964 года, вот эта статистика, в общем-то, об этом свидетельствует. Эта реформа не состоялась, но тогда был необыкновенный всплеск интереса к русскому языку. Выходило много книг научно-популярных о языке 60-е и 70-е годы. Это время расцвета научно-популярной литературы о русском языке. Это время, когда выходили такие замечательные книги, как «Живой, как жизнь» Корнея Чуковского, «Слово живое и мертвое» Нора Галь. Эти книги переиздавались и в последние годы, и всяческих вам рекомендую, если вы с ними не знакомы. Обязательно почитайте блестящие научно-популярные книги о языке. И вот книга Нора Галь, которая выдержала несколько переизданий в 70-е, 80-е годы, в одном из изданий открывалась таким предисловием. Почти в каждом письме люди писали отклики на первое издание книги 72-го года. Выписки и даже вырезки новой образцы словесного варварства. Да и у автора за это время накопилось вдоволь новинок. Печальное свидетельство того, что все до единой болезни языка, о которых говорилось в книжке, отнюдь не сходят на нет. Штампы забивают живое и хорошее слово, глагол вытесняют полчась от глагольных существительных, пишущие без конца сталкивают друг с другом слова, несочетаемые по смыслу, стилю фонетики, потенциальные и социальные окраски, почувствуют настроению, калечат исконно русские народные речения и обороты. 70-е и 80-е годы. Книга Корнея Чуковского «Живой, как жизнь» выпущена в 1962 году. И там он приводит примеры того, как люди реагируют на ошибки, отклонения от нормы, реагируют точно так же, как реагируем мы с вами. Люди стонут, хватаются за сердце, испытывают лютые муки, когда в их присутствии так или иначе уродуется русская речь. Причем замечательно, что наряду с уродливыми словами и фразами они зачастую ненавидят и тех, кто ввел этих уродов в свою речь. «Я бы ей мерзавки глаза выцарапала», сказала одна старая женщина, обычно весьма добродушная, когда услышала, как некая дева с искренним восторгом закричала подруге. «Смотри, какие шикарные похороны!» Дева действительно была воплощением пошлости. Ее восклицание шикарной похороны носило на себе отпечаток самых затклых князин обывательщины. Какой слух у Корнея Чуковского. Вот так вся книга написана. Очень вам ее рекомендую. За это и только за это старуха отнеслась к ее словам с такой злобой. Тогда в 60-е годы не было, да и не могло возникнуть такого понятия, как граммарнация. И это кажется мне, кстати, очень печальным, что вот у нас шутки, связанные с теми, кто так непримиримо относится к языковым отклонениям, так или иначе используют метафоры, связанные с нацизмом. Но это уже другой вопрос. Но ведь вот это вот «я бы ей мерзавки глаза выцарапала» это ровно точно такая же позиция, какой мы сейчас встретим в многочисленных дискуссиях в интернете, когда за отклонение от нормы предлагается бить, пытать, пороть, вешать, расстреливать. Когда люди говорят, я хватаюсь за пистолет, когда слышу «озвучить» в значении донести какую-то информацию, бесит слово «молочка», расстрелял бы тех, кто говорит «стартует», вместо «начинается» и так далее. Да, мы в таком ключе говорим о языке, о нормах, о правилах. И в общем-то здесь ничего не менялось за последние полвека. Отмотаем еще немножко назад. Надежда Теффи, «Разговор о русском языке» 26-го года. Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества. Призыв этот действует. Все стараются. Многие теперь только и делают, что берегут русский язык. Прислушиваются, поправляют и учат. Как вы сказали, семь раз примирь и один отрежь? Это абсолютно неправильно. Раз человек меряет семь раз, то ясно, что вид надо употребить многократный. Семь раз примеривай, а не примерь. Что возмущается другой? Вы сказали «вынь да положь». Что это за положь? От глагола «положить» по величине наклонения будет «положи», а не «положь». Как можно так портить язык, который мы должны беречь, как зеницу ока? Как вы сказали? Надеюсь, я ослышался. Вы сказали, я иду за вином. Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете. Иначе вы бы сказали, я иду по вино. Как говорят, я иду по воду. И так следует говорить. Давят, сушат, душат. 26-й год. Но здесь, конечно, обыгрываются эти случаи, когда люди напрасно возмущаются, потому что нам всем понятно, что семь раз примерь, вынь да положь, это абсолютно нормальные формы, устойчивые обороты, в которых очень часто застревают старые нормы. Грамматические, орфоэпические и так далее. Но я привел эти цитаты для того, чтобы показать, что не было времени, когда люди спокойно говорили о русском языке, что не было времени, когда все ходили и говорили, как все прекрасно, как все соблюдают нормы, как мало ошибок вокруг. Нет. Во всей эпохе все говорили о том, что язык калечат, уродуют, что вокруг сплошь ошибки, что вокруг сплошь безграмотность. Наша эпоха не является исключением. Можно не сомневаться, что в середине 21 века люди будут говорить о том, что русский язык безнадежно испортился по сравнению с прекрасным русским языком начала 21 века. Так будет всегда, потому что так было всегда. Это нормально и естественно. Но вот для того, чтобы понять, так ли страшно то, что происходит, давайте посмотрим, как менялась норма и что из того, что нам привычно, когда-то было по-другому. О прошлом и будущем литературной нормы давайте поговорим с вами. Ну и, конечно же, невозможно разговор о русском языке в наши дни без слов кофе и договор. Давайте о них тоже поговорим, тем более, что все равно об этом будут вопросы. Очень часто можно прочитать. И когда многие пишущие, журналисты, извините, когда пишут о русском языке, то можно встретить утверждение. Вот все меняется, все упрощается, вот и кофе нам разрешили в среднем роде, вот всегда был мужском, стал в среднем. Но вот в 1935-1940 году вышел в свет знаменитый, легендарный, блестящий, толковые слова русского языка по дедакции Дмитрия Николаевича Ушакова, над которым работали филологи, имена которых остается произносить только с придыханием. Винокурт, Томашевский, Ожегов. И в этом словаре, первый том, 1935 год, мы читаем кофе мужской и в разговорной речи средний род. Кофе мужской род строгая норма, средний род допустимый разговорное употребление. На дворе 2017 год, в современных словарях кофе мужской род и в разговорной речи средней. Ничего не изменилось за 82 года. Ровным счетом ничего. Второй пример про слово договор. В 1959 году вышел в свет замечательный справочник русско-литературного произношения и ударения по дедакции Сергея Ивановича Ожегова и Рубена Ивановича Аванесова. Ожегову мы знаем в первую очередь как автора знаменитого толкового словаря русского языка, но Сергей Иванович стоял у истоков вообще культуры речи в современном ее понимании, у истоков создания орфоэпических словарей, был одним из редакторов орфографического академического словаря русского языка. И вот в этом справочнике, из которого потом вырос знаменитый ненуждающийся в представлениях и рекомендациях орфоэпические слова русского языка Рубена Ивановича Аванесова, в 1959 году черным по белому написано «Договор договоры» и в разговорной речи «Договор договора». Прошло почти 60 лет, ничего не изменилось. По-прежнему договор – строгая литературная норма, договор – допустимое разговорное употребление. В каком-то смысле современные словари даже стали строже, потому что есть словари, где вариант договора расценивается как просторечный, а здесь по методам стоит раска. А разговорная речь – тоже часть литературного языка, в отличие от просторечия. То есть здесь в каком-то смысле словари даже строже стали. Получается, что когда мы читаем, что вот теперь можно кофе в среднем роде, вот теперь можно договор, люди, которые это пишут, признаются в том, что они последние 60-80 лет не открывали словари русского языка, потому что в словарях все это уже давным-давно, и современные словари здесь ничего нового не внесли. Хотя каждый год практически приходится читать, что вот вышел новый слайд, в котором вот теперь-то, вот теперь кофе в среднем роде. Нет, не теперь. Все это уже было давно и ничего не изменилось. Конечно, норма меняется. Норма меняется. Если мы посмотрим на изменения последних лет, то мы увидим, что стало допустимо многое из того, чего не разрешалось раньше. Например, сейчас допустимо говорить «включишь» — раньше было только «включишь». Допустимо говорить «обеспечение» — раньше этот вариант запрещался. Сейчас можно говорить и писать «нет носок» — раньше было только носков. Брелки — теперь тоже допустимый вариант наряду с образцовым брелоке. Смягчились некоторые правила переноса. Например, стало можно отрывать при переносе первую букву корня. Стало можно переносить «прис» — «лать». Раньше такой перенос запрещался. Например, в бессоюзном предложении, если вторая часть заключает в себе значение разъяснения того, о чем говорилось в первой части, стало можно ставить тире, не только двоеточие. Я сразу хочу сказать, что все эти примеры, это, конечно, только допустимые варианты, при том, что все прежние варианты по-прежнему есть и носят характер образцовой литературной нормы. Образцовая норма. Включишь, обеспечение, нет носков, брелоки. Но вот это все не ошибки. Это все допустимое употребление. И вот когда мы сталкиваемся с такими фактами, то хочется задать вопрос, что наступила вседозволенность, нормы нет и теперь можно все. Вот именно такой вывод часто делают. Но вывод этот все-таки неправильный. Потому что норма менялась и раньше. И давайте посмотрим на некоторые примеры того, как норма изменилась, а мы об этом даже не знаем. Вот это замечательное блюдо с оливками, лимончиком. Как оно называется? Солянка, совершенно верно. Оно называется солянка. Но если мы посмотрим в тот самый словарь Ушакова, довоенный, то увидим там, что солянка – это просторечно неправильное употребление вместо селянка. Да, совершенно верно. Селянка. Потому что слово это мотивировано словами «село», «сельский», «сельское кушанье». Селянка стала солянкой. Почему оно стало солянкой? В книге «Беседа о русском слове» Люстрова и Дерягина-Скворцова высказано очень правильное, на мой взгляд, предположение, что названия блюд обычно мотивированы либо способом приготовления, либо способом употребления. Но вот окрошка приготовлена каким-нибудь, что-то там покрошили. Похлебка – то, что хлебают и так далее. И поэтому вот это блюдо, в котором много приправ, солени, не могло не связываться в сознании носителей языка со словом «соль». И поэтому народная форма солянка победила литературную форму селянка. Дальше. Не могу не сделать реверанс в сторону организаторов нашего замечательного фестиваля. Эти люди, которые работают в атомной отрасли. Как их назвать одним словом? Атомщики. Совершенно верно. Мы сейчас называем их атомщиками. Это один из моих любимых сюжетов. И на этих фестивалях, организованном ИЦАЕ, я все время привожу этот пример. Мне очень нравится. Все дело в том, что когда появились атомные технологии, когда стал развиваться атом, это время, 40-е, 50-е годы, в русском языке появилось два слова. Атомник и атомщик. Так вот, атомщик – это тот, кто стремится использовать атомные технологии в агрессивных целях. С примером, американские атомщики. В первых изданиях словаря Ожегова, 50-е годы. А для обозначения специалиста в атомной отрасли использовалось слово «атомник». И дальше слово «атомник» постепенно устаревало, а слово «атомщик» постепенно меняло значение. И, наконец, в современной речи этих людей мы, конечно, называем атомщиками, а слово «атомник» в современных словарях дается как устаревшее. 60 лет назад было наоборот, и за фразу «я атомщик» сразу уже могли последовать неприятные какие-то вещи для человека. Атомники стали атомщиками. Ну вот это у нас что? Это у нас поезда, но за такую форму 100 лет назад вас бы побили, потому что предписывалось говорить только поезды. А вариант поезда считался грубой ошибкой. Ну, примерно, как сейчас мы считаем ошибкой вариант крема или те же договора. Поезды стали поездами. Что делает эта замечательная девушка? Готовит, ну а там поконкретнее? Варит. Да, совершенно верно. Варит. Но этот глагол, как и многие другие глаголы, оканчивающиеся на «ить», изменил место ударения. Во времена Пушкина говорили «варит». Варит стало варит. Ну, еще один пример. Один из моих любимых. Станция Маяковская, Московского метрополитена. Сейчас у нас метро среднего рода, но когда метро открывалось, оно не открывалось, он открывался. Потому что метро было словом мужского рода. Выходила газета «Советский метро», и «Утесов пел», «Метро сверкнул перилами дубовыми». Слово «метро», мотивированное словом «метрополитен», было существительным мужского рода. Московский метро превратился в московское метро. И вот смотрите. Селянка стала солянкой, атомник-атомщиком, поезды поездами. Вот эта самая цитата, мне она очень нравится. «Поезда вместо поезда ныне во всеобщем употреблении, но совершенно неправильно и неизвестно на каком основании». Это отрывок из книги «Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке» 1890 года. «Варит» превратилась в «варит», а еще «катит» стала. «Катит». Говорили трудиться, он что делает трудиться. Мы сейчас говорим, он трудится. Говорили платит. Мы сейчас говорим, платит. В древнерусскую эпоху было «любит», сейчас мы говорим «любит» и так далее. «Метро изменило род», стало словом среднего рода. Изменения произошли в орфографии, хотя орфография – это не язык, это разные вещи, не надо смешивать язык и правописание, но здесь приведем эти примеры тоже. Здесь это тоже важно. «Не хватает, когда-то писалось слитно в значении, не достает». А сейчас мы пишем «не хватает раздельно». Вот все эти изменения произошли. Произошли до нас, и мы их не застали. Наступила ли всегда взволенность, когда произошли эти изменения? Нет, конечно. Эти изменения коснулись данных конкретных слов, а в остальных случаях норма была и есть. И вот поэтому очень важный вывод. Изменение нормы в отдельных словах не означает, что наступает какая-то вседозволенность. Это означает, что изменились нормы, связанные с данными конкретными словами. И говорить «черный кофе» сейчас, как мы выяснили, не только сейчас, а уже 80 лет назад было можно в разговорной речи. А, например, «вкусное салями» нельзя. Салями – слово женского рода. Говорить и писать «нет носок» можно, а, например, «нет апельсин» нельзя. Мы можем перенести «прислать» вот таким образом, но не можем перенести его таким образом. И дальше «ислать». Такой перенос по-прежнему запрещен. Мы можем заменить двоеточие знаком тире в бессоюзном предложении, но не можем заменить его знаком тире в случае, когда у нас сначала слова автора, а потом прямая речь. Здесь по-прежнему только двоеточие. Никакой вседозволенности не наступило. Нормы есть, правила есть, мы им следуем. Просто они изменились в данных конкретных словах. И сейчас у меня для вас провокационный вопрос. Вот смотрите, есть некое состояние русского языка. Ну, конечно, все эти изменения произошли в разное время. Было время, когда уже можно было говорить «солянка», но еще нельзя «атомщик». Или было время, когда уже можно было говорить «варит», но еще нельзя «солянка». Ну, предположим, что этих изменений не случилось бы. Что остались бы «селянка», «атомник», «поезды», «варит», «московский метро», «черт с буквы его» когда-то так писали, не хватает слитно. И есть другой русский язык, в котором «солянка», «атомщик», ну и все другие варианты, которые нам с вами привычны. Вот какой язык лучше, какой хуже? Современный лучше или хуже? Современный лучше. Современный лучше. Хорошо. Это хорошо, что вы так сказали. А можем ли мы говорить, что вообще язык становится лучше или хуже? Вот смотрите, у нас две точки зрения. Первая точка зрения, что мы так не можем говорить. Вторая точка зрения, что язык стал лучше. Тогда у меня для вас следующий, второй провокационный вопрос, еще более провокационный. Вот смотрите, опять-таки возьмем два русских языка. Вот, допустим, есть один русский язык, в котором правильно звонит, в котором кофе только мужского рода, в котором парашют пишется с буквой Ю, огурцы с буквой И. Здесь, конечно, изменений только в примере с кофе, но предположим, что изменится здесь все. Ну, предположим. Есть другой русский язык, в котором правильно звонит, contradict кофе среднего рода, парашют пишется с буквой У, огурцы с буквой И на конце. Какой язык лучше? Так, первый. Вы последовательный. Именно так. Именно так. И вот давайте задумаемся над следующим. Почему язык не стал хуже? Никто из вас не сказал, что стал язык хуже второй, когда изменились нормы старые. Почему язык не стал хуже от изменений метро из мужского рода в средний, но станет хуже, если кофе сменит род с мужского на средний? Почему язык не стал хуже, когда варит, превратилось в валит, но станет хуже, если звонит, превратится в звонит? Почему язык не стал хуже, когда изменились написания «не хватает и черт», но станет хуже от изменений парашюта и огурцы? Он не станет хуже. Он станет другим. Не лучше и не хуже. Просто другим. И вот хочется еще привести несколько цитат из книги, точнее статьи Кирилла Сергеевича Горбачевича, замечательного нашего лингвиста «Давно ли нам предугадать о будущем русского языка?» И там как раз о том же самом идет речь. И, конечно, когда я готовился к лекции, посвященной будущему языка, я не мог не обратиться к этой статье. И вам ее тоже рекомендую. Она есть в интернете на портале philology.ru. Очень хорошая статья о будущем языка. И вот некоторые фрагменты. Думается, что наиболее характерным для языка будущего станет повышение его внутренней организованности, как теперь говорят системности. Постепенно отомрут непродуктивные формы в грамматике, избыточные варианты произношения, значительно уменьшится количество тех исключений из общих правил, которые не связаны с каким-либо особым смыслом или стилистической функцией. Развитие языка уже давно идет по пути унификации однотипных явлений. В этом проявляется одно из рациональных свойств человеческого мышления. Стремление освободиться от необходимости, запоминать ненужное, излишнее. Кого сейчас не удивит произношение галстушный, фабришный, яблочный. Но так говорили и даже писали в 18 веке. Еще Некрасов писал табашный дым. Рифмовал слова наконечник и грешник. А слова Рюшакова, Дмитрий Николаевич был рьяным сторонником старомосковской орфоэпической нормы, рекомендовал произносить беспроволочный, взятошник. Все это ушло в прошлое. Победила сближенная с орфографией произношения через ЧН и тоже, разумеется, произойдет с оставшимися пятью-шестью исключениями. Скучно, конечно, нарочно. И действительно мы можем наблюдать, что в речи молодежи чаще встречается произношение скучно, а в речи старшего поколения сохраняется скучно. То есть эта норма уже тоже потихонечку меняется. И это тоже продолжение процесса, который происходил гораздо раньше. И вторая цитата. Нечто подобное происходит и в морфологии. Как бы ни хотелось сохранить приятные на слух формы глаголов «машет», «брызжет», «плещет» и т.п., они, увы, обречены и в будущем заменяться менее приятными для современного восприятия, но зато более рациональными формами. Махает, брызгает, плескает и так далее. Многие скажут, что это порча языка. Ничуть. Это развитие по продуктивной модели. В прошлом говорили и писали «ичит», «глочит», «черплет», а не так, как теперь. Икает, глотает, черпает. Здесь сказалось непреоборимое воздействие продуктивных глаголов типа «играет», «ласкает». Постепенно влияние аналогии распространится и на другие исключения. Вам не нравится форма «плескает»? Но уже Пушкин писал, плеская шумную волной в края своей ограды стройной, не вам металась, как больной в своей постели беспокойной. Пройдет, скажем, сто лет, и форма машет и плещет, будут казаться нашим потомкам столь же странными и неуклюжими, как нам ушедшие в небытье ичит и глочит. Ну, как нам сейчас кажется, странная и неуклюжая форма поезда. Для нас сейчас совершенно нормальная поезда. И вот действительно, язык не становится лучше или хуже. Язык просто становится другим. Но мы воспринимаем болезненно те изменения, которые происходят на наших глазах. Те изменения, которые происходили до нас, задолго до нас, мы не застали. Мы их не знаем. Нам кажется, что современное состояние языка так было всегда. А ведь всегда не было. И те нормы, которые для нас с вами единственные возможные, когда-то считались ошибочными. И поэтому не случайно ощущение наше, что язык портится. Потому что мы видим изменения, происходящие на наших глазах. Нам они не нравятся. Нам кажется, что с языком происходит что-то страшное. Но вот как говорит наш замечательный лингвист Владимир Александрович Пунгян. У него есть тоже очень хорошая лекция на эту тему. По свидетельству разных авторов, портился язык древних греков и римлян, египтян и персов, китайцев и японцев, немцев и французов. То есть это нормально, естественно, для носителя языка негативно воспринимать те изменения, которые в нем происходят. И замечательный наш лингвист Александр Матвеевич Пешковский пишет о том, что нигде нет такого консерватизма, как тот, который мы наблюдаем по отношению к языку. То есть образцовая для нас всегда признается речь отцов, дедов. Современную речь мы всегда оценим негативно. И именно поэтому лингвисты так спокойно относятся к изменениям в языке. Вот меня часто спрашивают, и когда беседую с журналистами, ой, вот сейчас мы при вас очень боимся говорить, сейчас вот скажем какую-то неправильную форму. Вы же это заметите, вы же нас отругаете. Я всегда говорю, что при филологии наиболее безопасно употребить какую-то вот некорректную форму. Потому что там, где граммарнация вас побьет, филолог задумается, скажет, о да, действительно, вот прав был мой коллега Эн на такой-то конференции, когда он говорил, что в словах такой модели ударения, переходят с окончания на корень, да, надо будет ему на ближайшем конгрессе апреля об этом сказать. Филолог просто заметит, заинтересуется, понаблюдает и ни в коем случае не скажет, что вы недочеловек или вы плохо владеете русским языком, потому что у лингвистов перед глазами тысячи лет изменений в русском языке и аналогичные данные для других языков, потому что лингвисты могут вам привести 250 примеров того, как в слове этой модели ударение перешло с окончания на корень. То, что это происходит в 251 раз, почему это должно как-то взволновать лингвиста? Наоборот, он скажет, ну да, это нормально, естественно, это нормальный процесс для языка. Так было, так продолжается, и еще через 500 лет будет еще 250 слов, в которых ударение перейдет на другой слог. А не специалисты, которые этого не знают, этому не учат в школе, о истории языка, мало говорят в учебниках русского языка. Не специалисты, которые этого не знают и которые думают, что язык нам дан в том виде, в котором мы говорим на нем, и ничего в нем не менялось, конечно, воспримут это изменение как что-то такое уникальное, катастрофическое. Но это все равно, что если бы человека, который жил в краю вечного лета, вдруг переместить в наши широты. И понятное дело, что когда будет наступать осень, зима, он будет думать, что в мире происходит какая-то катастрофа. Ну, перестало быть тепло, листья облетели, снег выпал. Ну, мир гибнет и рушится. Но мы-то с вами знаем, что это нормально и естественно, что на смену лету приходит осень, потом зима, и когда температура опускается, когда идут дожди, это не означает, что лето испортилось. Это означает, что наступило другое время года. Но для человека, который вырос в краю вечного лета, это будет совершенно не очевидно. Поэтому вот для филолога изменение в языке – это абсолютно нормальный процесс. Для тех, кто не знает, как все менялось, кажется, что с языком происходит катастрофа. И вот именно поэтому, как говорит Нина Борисовна, Мечковская, лингвисты, видя психологическую или политическую подоплеку непрофессиональных оценок, речевых изменений, обычно стремятся умерить горячность споров, показать более широкий контекст процесса, его предысторию и перспективы. И, конечно, лингвисты говорят о том, что язык не становится лучше или хуже, он становится просто другим. Вот именно об этом я тоже сегодня говорю и тоже хочется фестиваль начать с позитива и, говоря о будущем, начать с того, что когда мы оценим язык будущего, коммуникацию будущего, не надо говорить о том, что сейчас все плохо, а в будущем будет только хуже. В будущем, конечно, будут происходить какие-то изменения в языке, абсолютно нормальные, но просто язык будет становиться немножко другим. Но из этого ни в коем случае нельзя сделать вывод, что все оно изменится, поэтому будем говорить, как хотим. Во-первых, не факт. Во-вторых, пока норма не изменилась, мы следуем существующей норме. Пока правильно только звонит и, кстати, сверлит. На этот глагол меньше обращают внимание, а ведь сверлит точно такая же ошибка, как звонит. Пока предпочтительно говорить «включит», пока в строгой литературной речи кофе мужского рода, пока правильно говорить «договор» и нет носков, а эти формы носят только характер допустимых. «Включит», «черное», «кофе» и так далее. А глагол «озвучить», который я сегодня уже упоминал, да, наверное, неизбежно. Развитие у него значения довести до всеобщего сведения. И здесь, кстати, происходит с этим глаголом то же, что с глаголом «переживать». Ведь в 60-е, 70-е годы употребление слова «переживать» в значении «волноваться», «беспокоиться» без дополнения расценивалось как примета какой-то вот такой мещанской речи, как пошлость, как какое-то вульгарное употребление. «Я переживаю» в значении «я беспокоюсь», «я волнуюсь». И в книгах 60-х, 70-х годов вы можете встретить такие суждения, что «я переживаю» — это что-то такое пошлое, вульгарное, мещанское и совершенно недопустимое в речи грамотного человека. Говорили «я переживаю». Дальше следовало объяснение того, за что я переживаю. Сейчас для нас «я переживаю» в значении «я волнуюсь» совершенно нормальный глагол, правда ведь? Но вряд ли найдется человек, который за фразу «я переживаю» обвинит вас в мещанстве и пошлости. Просто у слова появилось это значение. Вот глагол «озвучить», который раньше употреблялся только в среде кинематографистов, только со специальным значением. То есть это значение связано с тем, что в фильмы добавляли звук. Стало употребляться в значении просто довести до всего, в чьего сведения. Сделать известным, придать гласность, озвучить какую-то информацию. Или там в речи чиновников, в речи журналистов это встречается. Озвучить пожелания губернатора, например. Но это нормальное употребление для современной речи. Но в словарях по-прежнему такого нет. И очевидно, что такое значение у глагола «появляется», уже появилось, и будущее за тем, что оно должно попасть в словари. Пока этого не произошло, можно рекомендовать глагол «озвучить», употреблять так только в непринужденной речи, а в строгой литературной речи избегать такого употребления. Но это, опять же, будущее за этим вариантом. Если говорить о будущем и о том, что может случиться с языком, может перестать склоняться то, что сейчас склоняется. И вот сейчас лингвисты говорят о том, что, возможно, мы с вами наблюдаем начало процесса разрушения категории склонений количественных числительных. Но правда, ведь в живой речи вряд ли можно встретить, когда кто-то виртуозно говорит там «шестью штами, восьмью, десятью, семью», например. Но носители языка стремятся как-то выкрутиться, избежать этих форм, сказать в уменительном падеже, ну потому что это очень сложно. Это вот прям такое виртуозное уже владение нормами. Поэтому, может быть, начинает разрушаться склонение этих форм. Но опять-таки, если настанет время, когда количественные числительные перестанут склоняться. Ну что, разве не было в истории языка примеров того, как что-то сначала склонялось, а потом перестало? Да, конечно, было, и можно вспомнить хотя бы краткие прилагательные. Вот современные устойчивые обороты. Средь бела – дня. На босу – ногу. Что такое бела – дня? Это краткое прилагательное бел в склоняемой форме. Что такое босу – ногу? Краткое прилагательное боса в склоняемой форме. Сейчас у нас не склоняются краткие прилагательные, а когда-то они склонялись. И это осталось только в устойчивых оборотах. Язык, которым склоняются прилагательные, язык, которым не склоняются краткие прилагательные, опять-таки, стал он лучше или хуже. Просто стал другим. Просто другие нормы. Другие грамматические законы. И очень может быть, что такое произойдет с количественными числительными. Через несколько столетий, может быть, они не будут склоняться. Но пока норма велит нам склонять, мы в образцовой литературной речи должны их склонять. То есть, если даже мы знаем о том, что что-то здесь может измениться, и что языковая система, скорее всего, к этому придет, пока норма действует, пока она держится, мы стараемся ей следовать. Но при этом спокойно относимся к тому, что норма меняется. Потому что это неотъемлемое свойство литературного языка, любого живого языка, любой живой язык меняется. Если язык перестает меняться, значит, язык умер. Поэтому пусть русский язык меняется, пусть он будет живым. Вы спросите, что же с жаргоном и с заимствованными словами? Про иноязычные слова, конечно, тоже надо поговорить. Про жаргон, конечно, тоже надо поговорить. Про настоящее и про будущее. Ну, про заимствованные слова можно говорить долго и посвятить этому отдельную лекцию. Я просто хочу привести две цитаты. Первую, которую вспоминают часто. Виссарион Белинский употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит, оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Знаменитая цитата, которую часто приводят, когда говорят о том, что русский язык надо очистить от иноязычных слов. Но у неистового Виссариона есть и другая цитата. И давайте ее вспомним. Слово макроступы очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом галоши. Но ведь не насильно же заставить целый народ вместо галоши говорить макроступы, если он этого не хочет. Для идеи солдата, квартиры, эквитанции даже и у мужиков нет более понятных и более русских слов, как солдат, квартира, эквитанция. Что с этим делать? Да и следует ли жалеть об этом? Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль. Вот совсем другие слова. Хотя они, в общем-то, не противоречат тому, что сказано выше, потому что первая цитата о том, что если есть слово абсолютно тождественное, то, конечно, надо стараться употребить русское слово. Но если иноязычное слово лучше выражает законченную в нем мысль, то стоит ли об этом жалеть? И иноязычные слова обычно действительно помогают более точно, более дробно передать окружающей действительность, чем слова исконно русские или более давние заимствования. Вот у нас был замечательный вопрос, зачем нам слово маффин, если есть прекрасное русское слово кекс? Ну, здесь надо сказать, что слово кекс тоже не совсем русское, да, а тоже заимствованное, то и просто более давние заимствования. Мы к нему привыкли. Но ведь слово маффин это не любой кекс. Это кекс строго определенной формы. Не любой кекс можно назвать маффином. Маффин – кекс определенной формы. И мы с вами прекрасно знаем, понимаем разницу между кексом, который может быть вытянут такой прямоугольной формы, и маффином, который мы берем сейчас в кафе. Точно так же чизкейк – это совершенно не то же самое, что запеканка. Киллер – это не просто убийца. Наемный, платный, профессиональный убийца. То есть русские слова или более давние заимствования очень часто используются для того, чтобы выразить какое-то более общее понятие. А новые заимствования, слова, которые приходят вот-вот, обычно более детально помогают нам обозначить явление. И, в общем-то, так происходит всегда. И даже если иноязычное слово приходит и остается, это, во-первых, не означает, что русское слово оказывается выброшенным из языка. Иноязычное слово может помочь нам сделать нашу речь богаче, употребить синонимы там, где мы бы воспользовались просто повтором слов. Но вот есть слова «врата», «вратарь», «галкипер». Абсолютные синонимы. Но, например, спортивному журналисту они помогают, потому что он может Акинфеева назвать в одном предложении «вратарем», в следующем предложении избежать повтора слова «вратарь» и написать «галкипер». Помогают сделать текст более разнообразным, богатым. Лингвистика и языкознание вроде бы абсолютные синонимы, но они тоже разошлись по значению, по употреблению какие-то более старые дисциплины. Мы называем словом «изыкознание». Можем сказать «сравнительно историческое языкознание», но не сравнительно историческое лингвистика. Но слово «лингвистика», заимствованное, оно используется, например, «теоретическая и прикладная лингвистика», но не «теретическое прикладное языкознание». То есть здесь слова разошлись. И вот еще одну хорошую цитату хочу привести, опять-таки, из Горбачевича, тоже из той же самой статьи, которую я всячески рекомендую. Некоторые панически настроенные ремнители языковой частоты пишут о непомерном засорении русского языка иностранными словами. Полагают, что если дело пойдет так дальше, то наш язык потеряет свое лицо. Оправданы ли такие суждения? Известно, что обмен словами между народами — естественный и неизбежный процесс. Всякая замкнутая национальная культура проигрывает в своем развитии. В Петровское время, в переломную эпоху нашей истории, в русский язык влились тысячи западноевропейских слов. Сейчас главным поставщиком заимствования в разные языки мира стал английский язык. Но он отнюдь не отличается стерильностью. Более 60% его лексического состава приходится на слова, заимствованные из романских языков. И действительно, в английском языке огромное количество заимствований из других языков. Это не мешает ему быть языком международного общения и активно проникать в разные сферы и поставлять свои слова в другие языки. Невольно возникает грустный вопрос. Что же будет с исконно русскими словами? Они что ли отомрут? Нет, конечно. Даже если в результате конкуренции побеждает интернациональное слово, исконно русское приобретает особое стилистическое звучание. Так, например, произошло при соперничестве архитектора с зодчим. Торжественно возвышенные с зодчей восходят к утраченному языку слову «зод», «глина», «стена» и отсюда здание создателей. То есть слова архитектора и зодчей разошлись по стилистической окраске. Слово «архитектор» стало нейтральным, слово «зодчей» стало возвышенным. Слово «зодчей» не пропало из-за языка, из-за того, что появилось слово «архитектор». Мне очень нравится пример, который приводит профессор МГУ Марина Сидорова, говоря о том, как заимствование проникает в язык и можем ли мы как-то предсказать, что уйдет, что останется. Вот когда вышел в свет одна из первых русских арифметик, то и для названия науки, и для математических действий были предложены пары. Русское слово и наязычное слово. Арифметика «серечь» «числительница» и для действий «сложение» «серечь» «одицу», «вычитание», «серечь» «субстрацию», то есть русское слово и слово с корнем античным, латинским или греческим. И что произошло? Для названия науки осталось иноязычное слово, арифметика, потому что очень важно было встроить название этой науки в ряд с другими названиями наук, где греческие и латинские корни – география, биология, геометрия и так далее. А для названия действий остались слова исконно русские, потому что очень важно было сохранить связь с глаголом. Сложить – сложение, вычесть – вычитание, умножить – умножение. И, конечно, это очень сложно предсказать практически, что уйдет, что останется. Можно точно сказать, что если языку что-то нужно, оно останется, несмотря на все запреты. Если языку что-то не нужно, то оно уйдет, как бы мы ни старались это удержать. Вот это тот процесс, который регулируется самим языком. Поэтому что будет в будущем, тоже можно сказать, что язык продолжит охотно брать слова из других языков. Может, даже будут периоды, когда он наберет много, а потом будет своего рода инвентаризация. Мы тоже можем в супермаркете нахватать все в корзину, а потом сортировать на подходе к кассе. Это нужно, это не нужно. Вот точно так же язык сортирует, что нужно, что не нужно. И что сохранится, что не нужно языку, оно само уйдет. А по поводу жаргона, по поводу жаргонных слов, я хочу привести цитату. Андрей Анатольевич Залезняк, великий лингвист, без преувеличения великий, на одной из лекций сказал школьникам очень хорошие, на мой взгляд, слова, говоря об их жаргоне, об словечках, которые они употребляют. О большинстве таких словечек, которыми вы пользуетесь, уже лет через 10 совершенно не будет памяти. Возможно, лишь какой-нибудь из них выживет. К сожалению или к счастью, какой из этих маленьких словечек жаргонного типа, которые появились в какой-то среде, в среде школьников, в среде студентов, в уголовной среде, язык из самых разных источников питается, какой из них останется, предсказать практически невозможно. Совершенно нереально реализация амбиций, которая иногда возникает у некоторых сильно амбициозных людей, что они сами придумают какие-то новые слова языка, и пусть эти слова обогащают язык. Многие этим занимались, в какой-то степени и занимались этим писатели. Есть авторы, у которых на счету немало таких придуманных слов. Но с такой единственной особенностью, что эти слова никто не знает, кроме специалистов по этому поэту или писателю. И действительно, жаргонные слова, особенно сейчас, проживают очень короткую жизнь, очень быстро из языка уходят. Слова молодежного жаргона тоже. Вот во времена моего детства, это 80-е годы, у нас в детском саду, в начальной школе, было очень популярно слово «зыка». «зыка», еще «зыкинский», оно употреблялось в том значении, в котором потом слова «клево», «круто», «прикольно». Но уже многие из тех, кто родился позже, уже этого слова не знают. А, кстати, слова «клево», «круто» обладают той особенностью, что они очень распространены, потом уходят, а потом снова возвращаются. Вот эти жаргонные слова живут очень короткой жизнью, и особенно короткой жизнью живут слова из интернет-жаргона, из интернет-сленга лет 10, даже больше уже, больше 10 лет назад был очень распространен так называемый албанский язык, язык подонков, все эти «приведы», «медведы», «круссавчиги». Вам они знакомы? Или не знакомы? Да. Вы знаете, вот лет 12 назад, когда все это только начиналось, было очень много переживаний. А что останется от русского языка? Не убьют ли его все эти «приведы», «медведы», «зайчаги» и прочее? Это вот такое нарочитое искажение орфографии, которое было невероятно популярным. В 2005, 2006, 2007 они были на каждом шагу. И журналисты постоянно задавали вопрос, а вот язык подонков, все, он разрушит русский язык. Прошло всего 10 лет, и сейчас уже мы о них не помним. А школьники, студенты, о них и не знают. Вот меня особенно поразило, я в прошлом году на таком же фестивале, который я организовал, Ицаева Владимире, я общался со школьниками в одной из Владимирских школ. И вот я говорю эти слова, там, «привет», «медвед», такое ощущение, как будто я на иностранном языке говорю, они не знают, они не понимают, о чем я говорю. А ведь это было всего-навсего 10 лет назад. И вот этот интернет-сленг 10-летней давности, он ушел. Все, его нет, о нем мало кто уже помнит. А 10 лет назад было столько вопросов, а не убьет ли русский язык, литературный русский язык, все вот эти слова, не испортят ли они его. Они ушли, просто ушли, о них даже никто не помнит. Поэтому вот все современные жаргонные словечки, все то, что так распространено в современной речи, век очень короток. По дедакции Максима Крангауза в прошлом году вышел в свет прекрасный словарь, словарь языка интернета.ру, в котором слова современные интернет-словечки, типа «ничоси», «ой все», «бугага» стали предметом внимания лексикографов. По этому поводу была отдельная буча, когда на этот словарь обратили внимание. У нас же отношение к словарю как к тому изданию, которое предписывает нам, как говорить. И когда вышел в свет вот это издание, то тут же раздавались возмущенные возгласы. Какой кошмар. «Бугага», «Лол», «ничоси», «100500» — все это теперь в словаре. Что, словарь велит нам так говорить? Да нет же. Это словарь, который фиксирует. Это тоже есть в языке. Это тоже часть языка. И она тоже имеет право быть описанной в словаре. Это не нормативный, конечно, словарь. Это словарь, который не предписывает нам так говорить. Это словарь, который описывает соответствующий пласт языка. Но все дело в том, что в этом словаре, который тоже охватывает последние 10 лет, есть уже такие интернет-мемы, о которых сейчас никто не помнит. И чрезвычайно короток век этих мемов. Какой-нибудь Карл, ну сколько, ну еще год-два он поживет, да? И все. Кто будет помнить, кто такой Карл? Это все проходит очень быстро. Поэтому на литературный язык, это, конечно, не окажет совершенно никакого влияния. И вот раз мы перешли к этой части нашего разговора, раз мы перешли к интернету и соцсетям, то, наверное, это то, о чем в первую очередь следует говорить. Мы подошли к этому уже в конце разговора. О чем следует говорить, говоря о языке будущего и уже действительно настоящего. Потому что ведь действительно, никогда раньше такого не было в истории человечества. Никогда раньше мы столько не писали. Ведь раньше для того, чтобы текст, написанный человеком, стал публичным, ну что для этого нужно было? Ну написать письмо в газету, например. Но этот текст проходил через глаза, через руки редакторов, корректоров. И, конечно, он был выверенным. Никогда прежде такого не было, чтобы любой человек в любой точке земного шара мог написать любой текст и одним нажатием одной кнопки сделать его публичным, известным всему миру. Конечно, мы никогда столько не писали. Мы никогда столько не переписывались, как мы переписываемся сейчас в социальных сетях, в мессенджерах. Никогда прежде такого не было. И язык, и это, опять-таки, удивительные его свойства, как быстро он откликнулся на это, как быстро он выработал совершенно особую форму своего существования, которую лингвисты называют письменной разговорной речью. И вот это то, о чем тоже спрашивают. Ну вот, когда мы общаемся в WhatsApp, в Viber, в других мессенджерах, мы ведь там не соблюдаем правила употребления прописных строчных букв, правда ведь, не расставляем знаки припинания. Есть такой грех? Есть такой грех. Вот что с этим делать? И грех ли это? И вот здесь можно поговорить о том, что это просто совершенно другая форма существования русского языка. Эту речь сравнивают с письменной. Да, и говорят, ну вот смотрите, как там все испоганено по сравнению с письменной речью. Но ее надо сравнивать не с письменной речью, а с устной. Потому что это устная речь. Это наша устная речь, просто переданная на письме. Где мы используем смайлики и разные прочие эмодзи для выражения своих эмоций, для выражения интонации. Где уже становится даже как-то вот дурным вкусом использовать точку в конце. Потому что точка воспринимается как знак окончания коммуникации. И об этом говорят сейчас лингвисты. Светлана Викторовна Друговейко-Должанская, петербургский лингвист. У нее отдельная статья об этом, очень хороший сюжет. Действительно, точка воспринимается как чуть ли не оскорбление собеседника. Ты поставил точку, все, да, ты больше со мной не хочешь общаться. Ну, как-то вот хорошим тоном стало заканчивать сообщение смайликом. Или скобкой, или несколькими скобками. Правда ведь? То есть особая совершенно форма существования языка. Особая совершенно... Там особые свои правила, там свои даже нормы. И, в общем-то, там даже странно увидеть текст, написанный в полном соответствии со всеми правилами правописания. И вот что становится самым важным в этих условиях? Ну, понятно, что глупо говорить о том, что давайте мы вот этого всего не будет. Вот не будет этого всего. Или, мне кажется, не очень разумно всех заставлять полностью соблюдать там все абсолютно правила правописания. Ну, конечно, это идеальная ситуация. Но согласитесь, что она вряд ли достижима. Скорее нужно говорить о том, что сейчас, в современных условиях и в будущем, самым важным становится умение переключать регистры. Когда мы можем написать, ну, вот, например, «Приф Колян» и какой-нибудь «Смайлик» поставить здесь. Вот он, я здесь сделал смайлик, один поставил, но он, к сожалению, не отобразился. Но совершенно другой ситуации написать «Уважаемый Николай Петрович». Когда у нас переписка в мессенджере, мы можем позволить себе первое, но мы, конечно, не можем себе этого позволить, если мы пишем официальное письмо учителю, например. Поэтому вот очень важно знать, где мы можем позволить себе вольности, а где мы не должны себе позволять. Где мы обязаны соблюдать правила правописания, а где мы можем ими пожертвовать. Я знаю очень многих лингвистов, многие мои коллеги, мы, конечно, тоже переписываемся в соцсетях. И многие лингвисты, бывает, что и не начинают сообщение с большой буквы. Ну, вот так, да, вот такой жанр, вот такие там действуют нормы в этой особой совершенно сфере употребления русского языка. И это, конечно, очень важно, вот это умение приключать регистры. Ну, в этом, конечно, тоже нет ничего нового, потому что все, многое из того, что распространилось с появлением интернета и соцсетей, это то, что просто стало более заметным. Но здесь можно вспомнить знаменитейшие, которые многие уже, мои коллеги, не раз цитировали, знаменитейшие слова академика Бардина о том, как он говорит, километр или километр. Когда он на заседании президиума Академии наук, то, конечно, он говорит километр, потому что иначе академик виноградов морщится будет. А когда он у себя с рабочими своего завода беседует, то, конечно, он говорит километр, потому что все подумают, зазнался Бардин. То есть вот это вот переключение регистров, это вот знаменитая цитата, оно, конечно, было и раньше. И вот сейчас тоже важно уметь переключать эти регистры. Важно уметь выбирать слова в зависимости от ситуации общения. Вот это, наверное, опять-таки то, что мы умеем плохо. И мы с вами все прекрасно знаем, мы все пользуемся соцсетями, когда какая-то дискуссия разгорается в Фейсбуке, например, или на какой-нибудь другой интернет-площадке, сколько там агрессии, сколько там негатива. И очень часто бывает ситуация, когда люди даже толком не понимают, что им сказал собеседник. Когда выцепляют какие-то ключевые слова из сказанного или написанного, и на их основании строят свое собственное представление о том, что им было сказано, лепят какой-то свой комок и начинают на это свое представление яростно возражать, даже не вчитываясь, даже не вдумываясь в то, что на самом деле было сказано. Вот это, наверное, то, что становится сейчас одной из самых больших проблем. Не то, что слово кофе переходит из мужского рода в средний. Бог с ним с кофе. Проблема в том, что очень много языка вражды, очень много языка агрессии, очень много в нашей коммуникации негатива по отношению к собеседнику. И это самое печальное, на мой взгляд. Язык, который призван нас объединять, язык, который, наверное, единственное, что нас всех объединяет, очень часто используют для того, чтобы разъединять людей, для того, чтобы передавать агрессию и выражать негативные эмоции. Вот мне кажется, это то, с чем стоит бороться. И одно из самых важных умений, на мой взгляд, настоящего и будущего, это умение слышать и слушать собеседника. Умение понимать текст, который нам сказали, который нам написали. И прежде чем начать на этот текст яростно возражать, постараться понять, что же на самом деле нам было сказано. Вот это, конечно, очень важно. И важно самим выбирать слова. Выбирать слова так, чтобы выразить свою мысль, так, чтобы не задеть, не обидеть, чтобы не распространять эту агрессию дальше. Вот мне кажется, что в современном мире, в мире соцсетей, в мире интернета, вот эти умения обязательно стоит включать в понятие грамотность. Не только знание правил правописания, хотя это, конечно, тоже важно, но и знание того, когда, в каких ситуациях, в каком стиле речи мы можем употребить те или иные обороты, те или иные слова, когда мы обязаны строго соблюдать правила правописания, в каких ситуациях мы можем позволить себе некоторые вольности. И, конечно, обязательно сохраняется важность умения пользоваться словарями русского языка. Словарями, в которых, как я уже говорил, не так уж и много изменений, но какие-то изменения, конечно, происходят. Ну, не могу не назвать наш портал Grama.ru не в целях рекламы, а просто потому, что действительно портал создавался именно для того, чтобы обеспечить всем пользователям интернета доступ к словарям русского языка. Словарь орфографический. У нас база, подготовленная специалистами Института русского языка и Миноградова Российской Академии Наук. Толковый словарь по дедакции Сергея Александровича Кузнецова. И словарь самой строги, словарь ударения для журналистов, поскольку грамота создавалась для журналистов изначально. Словарь русской словесного ударения Зарвы. Заглянуть в словарь с любого смартфона – это сейчас очень просто. Еще один отличный ресурс – фундаментальная электронная библиотека русской литературы и фольклор – fabweb.ru. Поскольку в этой аудитории филологи, то обязательно назову этот ресурс, на котором представлены толковые слова русского языка Ушакова. Словарь русского языка в четырех томах по дедакции Евгениевой, известный как Малый Академический Словарь МАС. Он представлен на этом ресурсе. Пользоваться электронными словарями. Сейчас с любого гаджета можно зайти на один из этих ресурсов и получить словарную рекомендацию. Это, конечно, сейчас тоже очень важно, потому что в язык много новых слов приходит, и эти слова уже получают словарную фиксацию. Какие-то нормы меняются, надо следить за изменяющейся нормой. Поэтому, конечно, обращаться к словарям. И, наверное, заканчивая, чтобы еще оставить время на вопросы, давайте подведем некоторые итоги и сделаем некоторые выводы из того, что я вам сегодня пытался рассказать. Надеюсь, в какой-то степени у меня это получилось. Я хотел вам показать, что язык меняется, язык будет меняться и дальше, и что изменения в языке неизбежны. Будет меняться произношение, лексика, грамматика. Это происходит потому, что язык сам себе выдвигает следующие требования. Повышение системности, отмирание непродуктивных форм. Язык, конечно же, продолжит контактировать с другими языками. Я надеюсь, что никаких тут не будет совсем уж драконовских мер. И язык продолжит контакты с другими языками. В язык будут проникать иноязычные слова, заимствованные слова из других языков. Язык будет отбирать ненужные, избавляться от ненужных. Язык с дальнейшим развитием науки и техники продолжит приспосабливаться к новым реалиям мира, так же, как он приспособился сейчас, когда появился интернет и соцсети. Он приспособился, выработал особую форму, которой не было раньше. Он продолжит приспосабливаться к миру. Лингвисты, это их работа, будут фиксировать изменения в словарях, справочниках, грамматиках, будут рассказывать о том, как правильно сейчас, будут следить за объективно меняющейся нормой. И самое главное, язык не будет становиться лучше или хуже. Он будет становиться другим, в то же время оставаясь самим собой. Вот это удивительный парадокс. Язык умеет делать и то, и другое. Язык сохраняет себя, сохраняет свои устои, свои основы, при этом постоянно находясь в изменении. Вот эти вот две противоположные тенденции в языке всегда сосуществуют. Стремление к обновлению и стремление сохранить свои устои. И все наши вот эти колебания, сомнения, как правильно, они вызваны именно этим. Вызваны противодействием двух этих тенденций. Стремление сохранить устои и стремление к обновлению. Потому что главная задача языка, не любой ценой сохранить ударение, творог. Главная задача языка, помочь нам выразить наши мысли, помочь нам объяснить окружающую действительность. Мир меняется. И, конечно, язык тоже меняется. Если бы язык не менялся, он не смог бы догонять быстро меняющийся мир. Поэтому язык, конечно, будет меняться. И не надо преувеличивать наши возможности как-то язык испортить. Потому что, как говорят, не мы владеем языком, а язык владеет нами. И язык развивается по своим внутренним законам, которые мы, как бы мы ни старались, не в силах изменить. И вот я начался стихотворение, я хочу и закончить стихотворением, строками Льва Лосева, которые очень точно отражают язык, развитие языка и наш вклад в язык. А строки такие. На перегное душ и книг сам по себе живет язык, и он переживет столетия. В нем нашего всего лишь вздох. Какой-то ах, какой-то ох. Два-три случайных междометий. Вот на этом я хотел бы закончить. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Дорогие друзья, несмотря на то, что время нашло, что мы с вами сегодня буквально не будем, у нас есть совершенно уникальная возможность. Задать вопросы нашему спитеру лично, получить ответы еще, получить. И я напоминаю вам всем, что у вас есть возможность получить звание того, что задать лучший вопрос. И этот лучший вопрос мы обязательно подчеркиваем к индивидуальным предметам. Прошу вас. У меня такой вопрос возник. Вы сказали, что язык постоянно развивается в каких-то объективных целях. А для чего в языке изменяются ударения? То есть какие могут быть цели, мотивации? Здесь все дело в том, что в языке очень много разных процессов. И не всегда мы можем объяснить даже, как они происходят. Но на языке одни слова влияют на другие. Одни формы влияют на другие. Например, можно объяснить, откуда вообще возник вариант договор. Под влиянием изменивших место ударения других слов на говор. Потому что в других словах на говор ударение на первом слоге. Выговор, например, заговор. Было заговор в 19 веке, стало заговор. И вот именно под влиянием этих процессов и в других словах ударение тоже сдвинулось. И вариант договор возник под влиянием выговор-заговор. Еще возник вариант приговор. И ударение приговор тоже было распространено. И даже в 70-е годы попало в словари. Но потом вот здесь процесс остановился. И ударение приговор как-то вышло из языка. И сейчас разве что где-то в профессиональной речи сохраняется. А ударению приговора удалось отстоять свои нормы. Поэтому я еще и это имел в виду, когда говорил, что мы должны следовать действующим нормам. Потому что мы точно не можем. Мы знаем языковые законы. Мы можем сказать, что скорее всего вот здесь под влиянием таких-то факторов норма сдвинется. Но сказать 100%, что она сдвинется, мы не можем. Поэтому пока вот норма есть, мы и следуем. То есть много очень разных процессов. Не все из них можно объяснить. Но какие-то вот можно назвать причины. Произношение, если мы говорим не об ударении, а о произношении. Произношение бывает, что меняется под влиянием орфографии. Ну вот я приводил примеры ченэшны, когда ударение типа коричневый, то есть произношение коричневый возникло под влиянием орфографии. Точно так же изменилось произношение си, ся, потому что раньше была норма, например, умывался или боюсь. А сейчас мы говорим умывался и боюсь. Под влиянием, конечно, орфографии, потому что мы пишем ся, мы пишем си. Под влиянием написания изменилось произношение. Но это вот какие-то отдельные такие факты. А вообще процессов очень много. Одни формы влияют друг на друга, одни слова влияют друг на друга. Конечно, и удобство произнесения очень важно. Язык во многих случаях стремится к тому, что ударение у нас боится начальных слогов и конечных. Во многих словах ударение все-таки стремится к середине слова. Вот под влиянием этого многие слова тоже изменили ударение. Вот из-за этой тенденции к такому равновесию. Хотя, конечно, есть много примеров того, как наоборот, не бывает правил без исключения, как ударение падает в начале, на конечные слоги. Но больше слов, где ударение стремится к середине слова. Под влиянием этого вот, из-за этого изменяется ударение в некоторых словах. То есть вот очень много таких процессов. Добрый день. Вы нам рассказывали о развитии языка. О какой теории возникновения языка вы придерживаетесь лично? Так как сейчас их очень много. Ну, я все-таки больше доверяю теории происхождения языка, которая, собственно, вписывается в научную картину мира. Труд, который сделал из обезьяны человека, как известно. Вот и язык возник благодаря, конечно, трудовой деятельности в процессе эволюции приматов в людей. Это научная теория, которую, в общем-то, никто не отменял. Такой вопрос может быть немного странный. Мы говорили о футуризме. И ведь спустя много веков… Ну, сначала стоит сказать, что когда-то, например, тот же Хлебников говорил о заумном языке, футуристы искренне считали, что можно говорить на таком языке, ну, часть людей. Может ли быть такое, что спустя века просто наш язык превратится в слияние звуков, и люди смогут действительно общаться так? Как вы считаете? Ну, не очень понятно, что значит слияние звуков. То есть язык станет более практичным, сократится, например, слова будут состоять из трех букв, и некоторые это будут просто звуки, и люди реально будут понимать друг друга. То есть настолько забудутся все слова, которые сейчас есть. Ну, делать такие долгосрочные прогнозы – это все-таки дело неблагодарное, потому что так далеко в будущее языка заглянуть невозможно. Если языку для каких-то целей это понадобится, чтобы все слова состояли из трех звуков, то они будут состоять из трех звуков. Другой вопрос, для чего бы это понадобилось языку, если когда-нибудь общество придет к тому, что так изменится мир, что беседы станут настолько быстрыми, там наша речь станет настолько быстрой в процессе эволюции, что, допустим, человек как биологический вид потеряет возможность произносить длинные слова, и только один-два звука сможет произносить. Ну, разве только вот в этом случае слова сократятся до двух-трех звуков. Ну, это уже какой-то совсем такой футуристический действительно прогноз, утопический или антиутопический. Нет, но все-таки как-то хочется говорить о более реальных вещах, и о более обозримом будущем. А что там будет через 10 тысяч лет с языком, но это все-таки такое, это уже просто даже не научная фантастика. В ближайшее время, конечно, нет. Здравствуйте, меня зовут Варвара, я со второго курса журналистики. У меня такой вопрос. Если мы говорим про изменение языка, каким он был раньше, какой он есть сейчас, можем ли мы поговорить о том, какая сейчас литература? Ведь современная литература совсем не востребована. И в чем тогда проблема? В том, что мы не умеем языком выражать какие-то литературные мысли, либо проблема в том, что общество изменилось, и современная литература уже не так актуальна и интересна. Это зависит от языка или от общества, как вы думаете? Ну, я лингвист, не литературовед, поэтому на ваш вопрос, наверное, лучше бы ответил литературный критик. Я просто не могу сказать, что современная литература не востребована. А другое дело, что все современное, конечно, для того, чтобы оно стало классикой, надо, чтобы прошло время. Современная литература востребована, и на книжных ярмарках, и на московской книжной ярмарке, на книжных фестивалях современные авторы очень хорошо представлены, и книги современные тоже расходятся большими тиражами. И есть проекты, которые нацелены на то, чтобы повысить популярность современной литературы. И можно назвать очень много имен писателей наших современников, блестящих авторов-литераторов. Евгения Водолазкина, Леонид Узефовича, Гузель Якина. Новейшие совсем их произведения. Прекрасные, не уступают лучшим образцам русской классики. Мы, наверное, просто мало говорим о современной литературе, но она есть, она развивается, литературный процесс идет, по-прежнему ходят толстые журналы. Очень много современных книг, современных авторов на полках книжных магазинов. Поэтому я бы не сказал, что она не востребована. Она есть, книги издаются, их читают, их обсуждают, их награждают премиями, их нещадно критикуют. То есть здесь все нормально, процесс идет. Просто чтобы эти имена стали классикой, должно пройти какое-то время. Но с литературным процессом здесь все хорошо. И поэзия современная, есть и детская литература. Все эти направления активно развиваются. Просто, может быть, об этом действительно не так много говорят, но здесь хочется просто больше внимания к культуре, к литературе. Но она есть, и она развивается. Здесь, наверное, литературным критикам лучше ответить на этот вопрос. Если бы на моем месте была бы Галина Юзефовича, например, она бы более подробный ответ вам дала. Я вот могу только такой дать. Здравствуйте. Вы говорили о влиянии на русский язык жорганизмов, ненормативной лексики. А какое влияние, если оно имеет, обладает диалектом на русский язык? Диалекты на литературный язык влияют все-таки слабо. И, кстати, диалекты, это, наверное, такая наша боль, потому что очень было распространено, особенно в 30-е годы прошлого века, отношение к диалектам как к тому, что надо немедленно искоренить. И вот это, конечно, сказалось. Потому что есть страны, есть языки, где к диалектам относились более бережно и более внимательно. У нас все-таки диалект, это что-то такое, вот было такое отношение, увы, как диалект, что-то такое непотребное, и так говорят бабушки в деревнях, и это смешно, и это в литературный язык совершенно не должно проникать. Хотя, например, где-нибудь в Германии баварский диалект, это гордость баварцев, и это даже в парламент Баварии не пройдет депутат, который не владеет баварским диалектом. У нас не во все времена было бережное отношение к диалектам. Поэтому диалектные влияния на литературный язык их не так много. И наоборот, всячески было направление, сейчас, к счастью, преодолено это отношение, что надо всячески это искоренять, что надо всячески с этим бороться. Но это особенно сложно, конечно, было учителям в деревнях, когда им предлагалось всех переучивать на литературный язык, а диалект клеймить позором. Опять-таки, здесь вот это переключение регистров очень важно. И литературный язык, и диалект — это все части русского языка, это богатство русского языка, диалект — это его огромное богатство. Но на литературный язык они все-таки влияют слабо. Не так, как в других языках. У меня вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в начале лекции говорили о том, что считается, что ЕГЭ влияет на загрязнение русского языка. Почему? Ведь оно должно являться мотивацией изучения и знания литературных норм. Это такая точка зрения, которая была более распространена раньше. Винили ЕГЭ в том, что понизилась грамотность. Но сам факт того, что понизилась грамотность, это тоже, в общем-то, не соответствует действительности. ЕГЭ как что-то новое, у нас ко всему новому относится негативно. И к ЕГЭ тоже как к чему-то новому относились негативно. Мы вот видели, что и грамотность, в общем-то, не так, что катастрофически упала. И ЕГЭ, конечно, как что-то новое сначала вызывало критику. Эти задания меняются, улучшаются. Я к составлению ЕГЭ отношений не имею, но многие мои коллеги в этом участвуют. И я знаю, что действительно каждым годом задания становятся лучше, ошибки исправляются, некорректные вопросы убираются. ЕГЭ становится лучше, и ЕГЭ действительно совершенствуется. Поэтому никакой вот такой колоссальной беды это не нанесло. Но отношение к этому негативное было связано, когда появилась эта форма экзамена, с тем, что это было новое, с тем, что там действительно попадались поначалу не очень корректные задания. Но сейчас с этим все лучше и лучше с каждым годом становится. И стараются словники ЕГЭ не включать слова, которые допускают варианты. Потому что если какой-то словарь нормативный допускает какой-то вариант, конечно, нельзя считать его ошибочным. От такого тоже сейчас ЕГЭ избавляется. Сейчас ворфоэпический словник ЕГЭ в нем оставляют только те слова, которые по всем нормативным словарям имеют единственный вариант произношения. Там только жалюзи и ни в коем случае не жалюзи. Только каталог и никакой не каталог. Вот такие слова в ЕГЭ оставляют, а там, где были варианты возможные, такие слова убирают. То есть вот здесь нормализуется работа. Здравствуйте. У меня вопрос, который выходит из практики о том, как современному учителю, который готовит детей к ЕГЭ, относиться к их словарному составу, к диалекту, к их неологизмам. Стоит ли искоренять их? Ну, как с ними работать, зная? Ну, вот если мы смотрим на этот язык с точки зрения сегодняшней лекции, что это не страшно, но если мы этих детей готовим к экзамену, как с этим работать? Мне кажется, надо показать разницу между разными стилями, разными полостами языка. между жаргонами, разговорными словами, книжными словами, литературным языком. Вот больше говорить о том, что в языке есть разные пласты, что литературный язык – это вот это. А это уже выходит за рамки литературного языка, и это жаргонное слово. И жаргонное слово у вас допустимо в общении между собой, но недопустимо, когда у вас официальная речь, когда у вас нейтральная речь. То есть учить переключать регистры, показывать разницу, показывать, что это русский язык и это русский язык, но то, что уместно здесь, неуместно здесь. То, что допустимо в одном стиле, в одном регистре, недопустимо в другом. Вот больше обращать внимание на эту разницу, потому что мы же не можем говорить там, что такого слова в русском языке нет, хотя оно есть. Оно есть, но его нет в литературном русском языке, если вам просторечие. Или оно есть, но этот вариант разговорный, не отвечает строгой норме. Вот больше говорить о разных стилях языка, потому что русский язык – это не только нормированный или нормированный, как рекомендовалось раньше, литературный язык. Это все многообразие русского языка. И всему этому, мне кажется, надо учить. Здравствуйте. Я бы хотела спросить. Вы в начале лекции говорили, что выдвигались предложения полностью удалить из русского языка слова из иностранных языков. Как вы считаете, сильно ли это повлияло бы на изучение русского языка зарубежными гражданами, скажем? Спасибо. Ну, такие разговоры ведутся постоянно в том, что иноязычные слова надо удалить из русского языка, полностью очистить его от иноязычных слов. Но это совершенно нереализуемая идея, просто потому что те, кто высказывают эти предложения, просто не знают, какое количество неисконно русских слов есть в русском языке. Обычно имеются в виду только последние новейшие заимствия из английского языка. Ну, там, юзер какой-нибудь, например. Или что-нибудь, чизкейк тот же. Но ведь огромное количество слов, которые мы считаем исконно русскими, пришло к нам в разное время из других языков. То же самое слово «грамота» из греческого. Слово «хлеб» не является исконно русским, и, скорее всего, из готского языка к нам пришло. Слово «лошадь» не является исконно русским, пришло из тюркских языков. Ну, то есть где-то вот между лошадью и юзером вот та самая грань, до которой слова можно употреблять, а после которой нельзя. Но где вот эта грань? Где мы проведем эту черту? Но с этой задачей не справится ни один академик, ни целый даже академический институт русского языка, который ответит на вопрос, что вот это можно, а вот это нельзя. Поэтому задача русский язык избавить от иноязычных слов совершенно нереализуема. Ну, вот я думаю, что вот такой вопрос. Стал бы русский язык языком межнационального общения, языком международного общения, языком науки, стал бы он первым языком в космосе, об этом именно сегодня, 4 октября, тоже хочется сказать, 60 лет с начала космической эры, день запуска искусственного спутника Земли, 4 октября. Вот стал бы он таким, если бы он в свое время наглухо закрылся от любых иноязычных слов. У меня большие сомнения в этом. Поэтому и, конечно, большое количество интернациональных корней в русском языке, ну, естественно, помогает его изучению, в том числе иностранными студентами, и помогает ему по-прежнему быть языком междунационального, международного общения. Хотя, конечно, число говорящих на русском языке сейчас сократилось по сравнению с 70-ми, 80-ми годами, но по-прежнему очень велико. И в том числе благодаря тому, что русский язык открыт для контакта с другими языками. Давайте попробуем выбрать лучший вопрос. Ну, вопросов очень много было. Все вопросы хороши. Все вопросы хороши. А мне больше всего понравился все-таки вопрос от Варвары. Ну, это дело вкуса. Мы говорили об эволюции языка, а здесь книга про эволюцию человека, великого ученого Александра Маркова. Подарим вам Варвару. А здесь вижу все. Дорогие друзья, благодарим вас. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok